Здравствуйте, друзья! Я вас поздравляю с праздником Благовесения. Для меня это особый день. Сегодня поступило два предупреждения с неба не ехать в деревню. Про праздник я не знал. И последний момент, когда меня поздравили, я похватился, что однажды Благовесения я рубил березку и разрубил себе колено. Месяц больничного. Это было Благовесение. И тут два предупреждения с неба, не буду говорить какие. Третий, здравствуйте, поздравляю с праздником, напугался, а ехал-то обрезку делать, а обрезка, обрезка, рознь, а вы меня железово знаете, это я тот самый. И вдруг сейчас наступил момент, все, что делается в такие дни, я к ним отношусь, крайне, как бы сказать, таким, как сказать, как предупреждением. Звонок с Абакана. Клясться Богом не запретили, просто поверьте, он был минут пять назад, женщина представилась, имя отчества уже забыл, и сразу разговор пошел так. «Воя Кристиныч, я вашу книгу прочитала, как она сказала, она перевернула меня, примерно так. Я прервал, понял, что это там на небе кто-то нами управляет, и сказал, прошу ваше разрешение записать наш разговор». Она и через пять минут перезвоню, вот я и звоню. Что она будет говорить, хотя и говорят, что нет ничего лучше, хорошо подготовлено экспромта. Вот. Так, ой, что ж такое? А, нет, все-таки, кажется, дозвонюсь. Послушаем ее, узнаем, что там в Абакане творится, если она ориентируется в этом, я никогда не упускаю ничего. Вот. Алло? Так, здравствуйте. Здравствуйте. А вот почему-то голос ваш тихий, хотя я включил громкий звук. Я боюсь, что нас будет плохо слышно, а запись пошла. Тогда, может, громче говорите? Ну, в общем, это звонит Наталья Павловна с Абакана. Нам дали почитать вашу книжку «Северный сад. Поговорение чудо своими руками». И мы перечеркнули всю нашу 30-летнюю садоводчинскую работу. Мы уже стала ее конспектировать. Я вот все не так делала. Не так сажала, не так прививала, не так савенцы выращивала. В общем, все не так. И за 30 лет у нас было очень много яблонь, и все постепенно вымерзало, и абрикосы. Все у нас почти попропадало. И мы хотели заказать вашу книгу. Звонили по номеру в этой книге, написан, где можно заказывать. Нам ответили, что там уже нет таких книг. И есть две других. И мы бы очень хотели приобрести эти книги. Это во-первых. А во-вторых, узнать, можно ли с вами встретиться. Мы бы к вам приехали. Муж очень любит заниматься садоводством. И хотели бы у вас взять какие-то семена, купить или... Может, какие-то есть саженка чего-то. Очень понравились нам все ваши сорта выведенные. Это немыслимо, чтобы здесь такое росло, конечно. Мы не знаем, как в Бакане. Но мы бы постарались, конечно, по вашей книге, следуя вашим советам, вырастить что-то подобное. Так, теперь вы ждете мой ответ, да? Да. Сейчас, минуточку. Я тут на экране покажу книгу, которой больше нет. Нет, это вот это. Вы потом... У вас есть электронная почта? Я бы вам выслал потом запись этого разговора. Так. И просто выслал бы каталог, а в нем вся информация есть. Есть сейчас вот эта книга, записки заочарованного сибирского садовода. Это продолжение той. Ну да. Ну вот они сказали, что там есть вот сад, это да вот, что вот эта вот брошюра. И вот эта книга, записки заочарована, мы тоже хотели бы ее приобрести, конечно. Да это без проблем. Четыре книжки, двести рублей. Четыре брошюры, двести рублей. И все ваши друзья становятся вашими этими... Как сказать? Будут вам благодарны. Одну себе, три на подарки. Получается, двести рублей, четыре книжки. Бутылка водки за двести уже не купить. Ладно, это я шучу. Теперь так. Ну еще, если у вас есть... Это... Нет, по порядку. Значит, смотрите, я всем показываю. Да, есть. Есть платная программа, но это не для вас. Вот. Смотрите. Сейчас идет... Встретиться можно. У вас свой транспорт есть? Да, да. У нас есть лазик. Мы любим потайки. Вот смотрите, я делаю так. Мне нужно извлекать это всюду, пользу для всех. Вот сейчас мы поговорим. Так. Короткий разговор, там маленький фильм получится. Я сейчас вас попытаю. Это мы... Ну, может быть, вам больше рассказала. Можем уже... Так, смотрите дальше. Я, например, завтра еду делать последнюю обрезку. Обрезка называется обрезка на получение черенков. Вот. Меня ловит на слове. Вы запрещаете людям резать. Давите своим авторитетом и сами режете. А черенки, если не нарежешь, то значит из голоду помрешь. И саженцы нечего будет нам увидеть и питомник, все. А мы будем когда ходить по саду, вы будете задать вопросы, а я включу эту же камеру. И получится польза и для вас, и для всех. И как посадить, и как правильно обрезать. Вот. Ага. Вы... Получается, муж-то у меня работаете. А когда-то сможет, я скажу, каждый день туда езжу. Ну, 75 лет он работает. Ага. Я тоже. Так вот, когда, какой день вы можете приехать? Может, в открытый день нам приехать к вам. А тогда в субботу вечером окончательный договор, ладно? Мало ли бывает. Ну, в субботу вечером. А скажем, до скольки вам можно звонить? Да, до 10, до 11. До 10. Да. В субботу вечером мы говорим. А теперь это людям неинтересно. Давайте так, давайте сюда вашего мужа, я ему допрос устрою. С пристрастием. Он такой собеседник хороший. Он все расскажет. Он любит это дело. Хорошо. Хорошо. В общем, когда я в субботу, мы перезвоним, мы уезжаем, мы с вами приедем, перезвоним. Я вас научу за час тому, чему учат 5 лет в университете, а потом они ничего не знают, выясняется. Конечно. Он говорит, да где это химистер, говорит, где он был раньше. Где я был раньше? Да, где химистер, говорит, раньше была. Ну, говорит, это она недавно, только в 20-м подругу, вот ее выпустили. Он сидит каждый вечер, конспектирует, выписывает, потому что нам дали ее почитать. Здесь с вашей подписью, Родиону. Это хорошо, что она в народ пошла. Да, Родиону от автора 15-го, 1-го, 21-го. Вот Родион этот у нас в храм ходит, и вот он и дал нам ее почитать. Так что, он может тоже Валерий звать. Очень приятно. Давайте, Валерия. Так что, позвоним. Хорошо, позвоним. Нет, нет, вот сейчас-то с ним можно поговорить? Нет, он на работе. Ага. Он каждый день работает. Так, скажите, у вас дача или дом? У нас дачи, так, это участки у нас на подсинем. О! Два участка, и один на нижней слоу. Еще понахапали много-много. Ага. А вы не просто понахапали. Подсинья, знаете, как называют? Абаканской рублевкой. Не потому, что там уж такие роскошные дома, а потому, что там уникальный климат, и там абрикосы не замерзают. Самые роскошные. Я правильно говорю? Да. Фильм-то я для чего снимаю? Правильно? У нас не получаются абрикосами. А это по другой причине. У нас вся агротехника направлена, чтобы их сгноить. Тут бывает, надо, часть, вот я показываю фотографии, часть абрикосов надо было убрать. Воскресенье, надеюсь, встретимся, вы мне поможете фильм создать. Я раньше десятки, сотни людей встречал, и все это пропало. Как я красиво рассказывал, а потом это все уходило на небо. Ну хорошо, договорились. Мы субботу вечером позвоним. В воскресенье, мы пойдем на службу в храм. А как вам повезло с землей? Это просто чудо. У нас... Там земли брошенной, море. Да вы что, а вы знаете, как обидно? Это самое страшное. Только сейчас об этом писал у себя в гостевой. Вы представляете, что творится? Байкалову, мировому, как сказать, по уровню знаний, по уровню выполненной работы, по уровню его абрикосов, мировому лидеру в мировой величине, вот, просил слезно, с заявлениями бегал, дать землю именно под синим. Сказали, знаете, этот ответ там был от администрации. Он его озвучил, этот ответ, знаете, какой. Знаете, это там земля, да, там это наша рублевка. Вы что, размечтались? Это гению, мировому лидеру не дали. Вы можете понять? А потом окажется, эта земля нахрен никому не нужна и зарастает просто-напросто. Да, там вообще зарастает все, конечно. У нас там два участка, но через один. Участок неподряд, второй уже потом. Было три участка вместе, но там на конце там было. И мы их поменяли на один, который рядом к этому, к одному. Потому что там был грабеж, картошку, если посадишь, то выкопают саженки, посадишь, выкопают тот же. У нас из-за этого тысячи дач брошено. Ой, там вообще кошмар, да. Ну, а здесь нет, мы уходим, уезжаем, перекрестим, помолимся. И слава богу. Вы знаете, мне еще что обидно, раз разговор зашел. Может, когда-то дойдет до них или до неба, может, кто-то с неба пальчиком погрозит. Сегодня же особый день, а вдруг услышит, а вдруг богу в уши. Посмотрите, людям многодетным начали землю давать. И где? В голой степи. Вот именно. Там вообще. А что там вырастешь? У тебя сюда. До свидания. До свидания. У меня здесь. Да. Это проблема, конечно. Так, теперь, если вы приедете, к вам приготовят книги, да. Я, к сожалению, альтруист альтруистом. Много людям помогаю. Но книга только на одну четверть моя. Ну, есть у нее настоящий хозяин. Ну, я автор всего лишь. Это как Пушкин. А в деньгах это значит, что придется заплатить за книгу 600 рублей, за брошюру, если одну, то 100, если 4, то 200. А сейчас уже некому читать. Ну, это вы попали к редактору в Ленинград. Да, да. Сейчас все сидят за компьютерами. Не, у меня есть электронный вариант, но я за месяц продал одну или две. Ну, у нас нету компьютера. А, счастливые. А мы ни телевизор не смотрим, ни компьютер, ни телеприемник, по-моему, на новости послушаем. Мы откатались от всего этого, мирского, так сказать. Поэтому. Ну, сработает, я вот дома. Нам, когда пенсию удлиняли, сроки, прямо было громко заявлено, что если мы лишим вас пенсии, ну, знаете, миллионы людей, обширная категория, если мы лишим, вы дольше проживете. Ну, то есть денег на лекарства не будет, а от них только вред, правильно? Да. А вот придется идти на работу, не досыпать, где-то замерзать, значит, дольше проживете. Нормальные-то пенсионеры во всем мире на курорты ездят, чтобы короче прожить, а мы нет, мы на работу, как у вашей супруги, я тоже. Ну, да, он говорит, что сын взял ипотеку, надо ему помогать, и я, говорит, пока не помру, буду работать. Уже, получается, там, надо 76 лет, настройки, физический труд, там, и тон и цемент таскают, и, в общем, я буду, если я перестану работать, у меня всего-то забрянут, думаю, что мы в своем доме живем, в доме там хоть что-то может топить, или что-то надо было быть. Хотя сейчас уже делают такие, что пенсионеры, вот этот, дома. Они говорят, я буду работать все, я сам с ней буду работать. Ну, вот это вот, когда уже больше дней по вечерам, ездим на участки, там у нас уже все быстро растаяло. Как будто еще не было снега, толстый. Да, там всегда мало снега. Да, закрывал землю, приезжаем мы, мы каждую неделю ездим, и мы там белочек кормим, семечек купили, и птичек кормим. Так у вас лес все-таки есть? А что есть? Лес все-таки есть у вас? Леса нету. А белочки откуда? А вот они живут там, прыгают по деревьям, у нас. А, только, только, это, садовый, да? Да. Надо же повезло. Далеко там, где лес, только, в Куриминосевск. А здесь рядом у нас такого нету леса никакого, считай. Понятно. Да, паренька, так что. Я, кстати, еще в это время, наверное, еще и прививать буду. У вас, его мужа, есть желание прививать? Да, он уже набрал вид каких-то, откуда побежать в холодильнике. А вы их, когда побываете у меня, вы их выбросите. Ну, хорошо, мы с удовольствием приедем. Значит, в субботу мы позвонимся. Ага. И приедем к такому. Хорошо. Ага. Благодарю. Ну что, не буду вас больше задерживать. У мужа я больше бы узнал. Ну, ладно, встретимся, мы все равно будем фильм снимать. Я хочу поговорить, конечно, чтобы муж все это слышал. Спасибо большое вам. Здоровья. Ага. Вам спасибо за добрые слова. Вы мне даете, продляете жизнь, когда говорите, что это, пригодился я. Конечно. Конечно. А как же. Ну, до свидания. До свидания. Так, а у меня еще 10 минут есть спокойных. Вот это вот, представляете, сердцевидное слева пожила среди рингерок, то есть этих ринглодов, и округлилось. От сердцевидной ничего не осталось. А эта ветка просто рухнула, сломана. Вот. А потом веточки резал, резал, захерел. И хорошо, что успел вырастить продолжение. Уже не я, Сергей. Вот. А вот они черносливы, последние. Последнее дерево хереет. Земли нет. Рассаживать некуда. А, ну, это как-то я показывал. Ирина Александровна Савинича сказала. Вот. Да это же это. Это же наши научные сотрудники. Вот. А то скромные приехали ко мне. Так же ходили по саду. Рассказывал, рассказывал, рассказывал. А потом хватились. Вот. Видите, ведра стоят полные. И уже все занято, уже занято. И это, это. И уже, ну, ребята не растеряли. Что значит красавицы-сибиряки, да? Хоть научные сотрудники. Нашли, как увезти сладких груш. Молодцы. Мне так нравится, как когда это. Вот такая атмосфера, такие улыбки. Представляете, как ходят по полумертвому саду. Вот. Вот. Если бы он был. А тут это я, может быть, раньше выйдет. Сейчас у меня уже заморгало это. Что? Зарядка кончается у этих аккумуляторов. Ну, что успею сказать. Идет. Война народная. Священная война. Вот. Это сейчас, пока она еще не заглохла, да? Вот здесь вот у меня очередной вебинар готовлю. Вот. Не верят и все. Не верят ничему. Вот. Причем подчеркнуто. Смотреть вебинары не будем. Не дождетесь. Вот. И, наконец, одна единственная кандидата к наук. Там их много. Взяла и сказала. Ответьте мне на пять вопросов. Это к брату моему. Почему он железо делает химические обработки? Как вы в этом признались? А я говорю. Взрослый сад вот такой, да? Он не нуждается ни в чем. Ни в обрезках. Даже в поливе не нуждается. Каждый год такое. Невозможно собрать урожай. Сколько птицам достается? Примерно даже не 90%. Где-то 98%. Вот. А я говорю. Ребята, ну поймите вы. Но все равно. Когда отвечаешь, не слышат. Говорят. Мы же смотреть не будем. Вот это вот коллеги. Маленькие. нежные. Как же их не опрыскать? Когда я говорю, что эти надо опрыскать? Я все время подчеркивал. Надо, надо, надо. Но самое главное я вам скажу. Ребята, и осталось пару минут. Просто, чтобы больше пользы было от меня. Еще больше. Два миллилитра ампула. Ампула. Все опрыскивали. Все опрыскивали. Вот такого ведра хватает на весь питомник. Никакого отравления, ни почвы, ничего не происходит. Нет, мордой ткнули. Вот. Я поэтому пишу. Постулат железо. Любое привитое дерево, это калека. Ну, две половинки срастили. Представляете, если взять двух человек, разрезать пополам. Или нижнюю часть, или верхнюю. Другого человека ему пришить. И он еще не умер. Но все равно же уже калека. Требует молодости от особого ухода, в том числе и химических обработок. Ядохимикатами. Ткнули мордой, не попали. Вот моя помощница. Вот Юлия Матвеева. Студентка-выпускница в УЗА. Проходит у меня практику. Официальную практику. Есть такие настырные. Убедила преподавателя. Я поеду к железу. Если бы она поехала тут рядом еще три научных учреждения, ей бы дали что? Знания? Ей бы дали тяпку. И сказали с утра и до обеда. Пообедала и снова до вечера. Где жить? Найдем какую-нибудь там эту. Все. А вот здесь вот настоящая учеба. Вот. Нет для подражания. Взрослые сады и железы не опрыскивают. Нет необходимости. Всем насекомым, начиная с муравьев, я предоставляю возможность уничтожать друг друга. Почему живут, плодоносят и без признаков болезни деревья? Это уже второй вопрос не задают. Лампочка эта моргает, зараза. Сейчас не успею сказать. И вот я буду отвечать на это. Отвечать, отвечать. Потом когда-то я все это до кучи суммирую. И вы видите сотни, сотни деревьев ближней подальше. И ни одной дырочки, или почти ни одной дырочки. И ни одной поршинки. Ничего. Ни грибок. Ничего. А потом говорят, да как так? Вначале человек искалечил дерево. А потом подходи, не подходи. Все. Оно становится пищей. Ура. Этот садовод, наученный каким-то там предателем, искалечит дерево. А потирает руки санитары и садов, каких называют. Вот так вот. Все, друзья. Наше время и стекло. Это было, назовем это, как же мы назовем, телемост с Абаканом. Это я говорю тому, кто будет монтировать фильм. Добавит музыки, добавит там немножко рекламы моей. Вот. У вас такие, вот видите, черенки эти будут отрезаны. Это супер сорта. Их нет в Сибири вообще. В Москве их тоже нет. В Мичуринске их нет. Иногда встречаются совсем немного во Франции. В Канаде, в Торонто, это самое, в Бельгии, немножко есть таких. Вот. На Дальнем Востоке. Тех садах, где остались потомки детищ академика Казьмина. Казьмина. Вот. И здесь, посреди Сибири, я же вам листал только сейчас, да? Где он делся? Это. Я только сейчас листал. Вот это все немыслимо. И, к сожалению, жалуюсь вам, жалуюсь. Обижают. Обижают. Сюда не смотрят. Мы смотреть не будем. Доктор наук с этого самого. У меня все эти, это я плачу, что меня обижают. У меня все выпали 18 сортаформ абрикоса до плодоношения. У Железова не может быть. На крупнейшем сайте этого самого, не знаю, как он это терпит или он не замечает, потому что он большой человек. Вот. И опять. Нет у Железова ничего. Он только торгует с этими косточками. Где я косточки беру? На рынке, что ли? Куда мне их девать, эти косточки? Видите? Вот. Когда это все оказалось правдой, отворачиваются, говорят. Мы не будем смотреть. Ну, пожалуйста, ну, посмотрите. Вы знаете, сколько тут еще? Вот тут вот, вот тут. Это только за несколько лет. Что за это самое? А где технология? Вот она. Вот она, технология. Видели? Ну. Нет, вегетативной гиблиотации не существует. Все. А из вот этих вот косточек, жаль, пропали, да, сварили их. Вот с этих вот крупных. Вырастают дички. Вот таких вот такие. Величайшая глупость, ребята. Поверьте, сколько уже примеров. Сотни фотографий. Как убедить человека, который говорит, я смотреть не буду? Как? Вот я, пожалуйста. Обижает меня. Давайте хоть рассылайте такие фильмы, помогайте. Все. До свидания. Вот. Надеюсь, что когда-то таких садов будет много. Абаканцы вот позвонили, книгу прочитали, конспектируют. Кажется, не дошло, что они все это временно уничтожали те же абрикосы. Посадили в ямку, гниет. Половину веток отрезали, осветлили. Гниет. Вот. Вот. Она почему-то это. Еще полторы минуты. Вдруг не это самое. Ой, господи, боже мой. Как это? То, что я сейчас готовлю для них. Вот. То, чего не знает на ухо. Она не знает, что это химера. Понятия не имеет. Не проходит. Не знает, что это дерево уничтожено вот этой обрезкой. И что хозяин сказал, Константинович, я его чуть не морду. Это мое дерево на его территории. Мною выращено. Константинович, ты ничего не понимаешь в садоводстве. Чем больше дерево режешь, тем дольше оно живет и больше плодоносит. Вот. Вбито в голову какими-то предателями. Вот. Это городская территория. Посадят без обрезки. Огромные саженцы. Они начинают сразу гнить внутри. Потом пилят и говорят, они иначе упадут вам на голову. Вот такая дурная система. Молодые деревья гноить и уничтожать. Все это вы увидите. Обрезка намоложения. Вот. Это я называю садовый Христос. Это ученый, можно сказать с мировым именем, научил, как не продвинуть черешню на север. Искалечить. Я ее называю распятый садовый Христос. Черешня вот эта стала мучеником. Вот. А потом она пишет. Внимание. Теплолюбивое растение. А то мы не знаем все, почему нет. Оно менее зимостойко. Тоже знаем. Плохо переносит жару. На юге из-за этого он не любит жить. Дерево подмерзает 28-30. Не бывает у меня 28-30. 28-30 это может быть под Москвой. У меня бывает 30-40. Световые почки вообще. А у меня почему-то плодоносит почти каждый год. Перемещение южно-садом среднюю полосу положительных результатов не дало. Ты думала, когда вот это в твоей книге вот это рисовала, а? Ты чем думала? Как искалеченное дерево пойдет на север? А потом говорят, что железовик стремится. Железовик увидит, ему скоро сердце остановится. Глядя, как издевается на деревьях. Все, друзья. Сейчас все равно выключится это самое. Она рассчитана на 29 минут 40 секунд. Осталось 5 секунд. До свидания. До новых встреч. С абаканцами мы встретимся в воскресенье. И будет новый фильм. Не считая двух тысяч моих фильмов. Двух тысяч! Субтитры сделал DimaTorzok